Всем здравствуйте! Наверное, те, кто следят за событиями в Великобритании, знают и слышал, что здесь продолжается Великие Торжества, празднование платинового юбилея 70-летнего правления королевы Елизаветы II. И это мероприятие по всей Великобритании вот уже на протяжении пяти дней празднуют очень широко и масштабно. Это все освещается по телевидению каждый день. Прямые трансляции по несколько часов показывают все это, как подготавливается, потом как проходит все эти мероприятия и какие-то наиболее интересные моменты тоже показывают. Ну и, конечно же, в газетах везде освещается очень широко этот юбилей грандиозный. Говорят, его уже сейчас назвали, ну и, наверное, справедливо назвали, что это последний юбилей королевы. И давайте какие-то более интересные места, наверное, более подробно я для вас расскажу и покажу некоторые фотографии, потому что, к сожалению, какую-то прямую трансляцию оттуда из Лондона, возле Букингемского дворца, то, что проходит в основном, все эти торжества я показать вам не смогу. Ютуб это сразу все блокирует и запрещает, но, тем не менее, некоторые фотографии, некоторые подробности, на которые я хочу обратить ваше внимание, я сегодня вам и покажу. Вечер первого дня торжеств начался вот так. Королева символически возглавила зажжение главного платинового юбилейного маяка в эффектном завершении первого дня исторических национальных торжеств, посвященных 70-летию ее правления. Вот здесь королева дотронулась до этой голубой сферы, как бы земной шар, и дальше от вот этой вот кнопки, так называемой, побежали огни. Они дошли вот здесь до этого символического дерева, тоже зажглись все свечи, и дальше по всей Британии в первый день были зажжены вот эти вот маяки, символизирующие юбилей правления королевы. На следующий день вся площадь в Лондоне перед Букингемским дворцом была заполнена гражданами, британцами, которые ждали долго-долго, когда же появится королева со своей семьей на балконе, как обычно это всегда бывает на всех торжествах. И вот, наконец, семья вышла на балкон поприветствовать публику, как обычно, сделать снимки и посмотреть парад самолетов в небе. И вот давайте мы с вами посмотрим. Заранее было немало разговоров о том, кто же, наконец, появится на балконе с королевой, а кто нет. И на этот раз, как объяснили журналисты, там будут только работающие, то есть исполняющие церемонимальные функции, члены королевской семьи и их дети. Так что сына королевы, принца Эндрю, а также внука принца Гарри с супругой Меган на балконе не было, так как вы знаете, что эта троица, она попала в немилость королевы. Ну и, как говорят журналисты, это был тактичный способ не поднимать шума вокруг этой троицы. Принц Эндрю снял с себя полномочия члена королевской семьи на волне скандала о сексуальных домогательствах, а принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения своих монархических обязанностей, переехав в США. Хотя принц Гарри и Меган Маркл были приглашены на торжества и прибыли вместе с детьми. Королева Елизавета вышла на балкон впервые без своего мужа, принца Филиппа, который умер в 9 апреля прошлого года, 2021. Кажется, что прошло уже огромное количество времени, но тем не менее всего только год прошел. И вот королеву поддерживает, стоит с ней рядом, ее первый сын, принц Чарльз. И вот посмотрите, как интересно, принцу Чарльзу всего 73 года, а королеве его матери 96. Ну вот если судить по этой фотографии, то впечатление такое, что они практически выглядят как муж с женой. Мы видим также Кейт Миддлтон, красавицу, которая очень похорошела, постройнела. И, как все отмечают, она еще более стала аристократической внешности особой. Кейт Миддлтон в этом году исполнилось 40 лет. И вы видите здесь ее мужа, принца Уильяма, и их трех детей. Вот мы видим старший наследник будущей престола, принц Джордж, которому 8 лет. Вот в черном костюме стоит рядом со своим отцом, принцем Уильямом. Дальше в голубеньком платье принцесса Шарлотта, которой 7 лет. И самый маленький принц Луи, 4 лет. Принц Луи, конечно, настолько вел себя неподобающе на балконе. Он корчил рожи, кричал, толкался, вел себя неподобающе. И, конечно же, все фотографии пестрят больше даже принцам Луи, чем самой королевой. И только после того, как Кейт сделала ему замечание, он немного успокоился. 96-летняя королева Елизавета II, конечно, выглядит не очень. Она сильно сдала после смерти своего мужа, принца Филиппа, как я уже сказала, 9 апреля 2021 года. И чувствует она себя неважно. Она перенесла коронавирус в легкой форме, как говорят журналисты. И вообще она последнее время старается ни с кем не встречаться. Она проводит свои дни в Вензорском замке вот уже несколько лет. Врачи говорят, что ей стало трудно передвигаться. Она стала ходить с палочкой очень медленно. Ну, а по своему огромному дворцу она передвигается в инвалидном кресле. Ну и понятно, 96 лет это все-таки огромный возраст. И вот посмотрите на эту фотографию. Все на том же балконе. Всего лишь навсего 7 лет назад. Какая разительная перемена произошла со многими здесь присутствующими. Посмотрите на сияющую королеву и еще ее живого мужа, принца Филиппа. Рядом с ним принц Гарри, молоденький, красивый. Также счастливые Кейт и Уильям. И Чарльз со своей женой Шарлоттой. И принцесса Анна, дочка королевы. А вот так все начиналось. 2 июня 1953 года. Коронация Елизаветы II. Эту коронацию смотрели приблизительно 277 миллионов человек по всему миру. Это случилось потому, что впервые телевидение транслировало такое важное явление для всей британской культуры. Одна только подготовка к трехчасовой поездке королевы и герцога Единбургского из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство заняла чуть больше года. Священнослужители, премьер-министры со всего Содружества, члены королевской семьи, военно-начальники составляли процессию из 250 человек. Тогда более 8200 приглашенных гостей заполнили Вестминстерское аббатство, а 129 стран были официально представлены на службе. Королева направлялась к аббатству в Диадемии Георга IV, надев на голову корону с 1330 бриллиантами и 169 жемчужинами. В те годы мероприятие обошлось в Великобритании в 1 миллион 57 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня эта сумма составила бы 43 миллиона фунтов стерлингов. И вот говорят, что принцу Чарльзу, который после смерти королевы Елизаветы II вступит на престол, такого, конечно, уже грандиозного мероприятия никто устраивать не будет. Просто британцы не выдержат такой масштабной коронации принца Чарльза. Но вернемся к платиновому юбилею королевы Елизаветы II. На следующий день было проведено в соборе святого Павла специальное торжественное богослужение в честь королевы Елизаветы. К сожалению, королева Елизавета не присутствовала на этом богослужении в связи с тем, что она очень устала в первый день, как сообщили, что она была, в общем-то, счастлива, но тем не менее очень чувствовала себя уставшей. Также все, конечно, заметили, что принц Уильям и Кейт, они совершенно не общались с Гарри и Меган, которые тоже присутствовали на этом мероприятии в соборе святого Павла. Но они сидели отдельно. Вот вы видите Меган в красивом светло-кремовом платье и в шляпке держит за руку Гарри. И вот здесь они тоже почти в обнимку пробираются на свои места в соборе. Видно было, что они поддерживают друг друга, и они, как-то, знаете, очень нежно относятся к друг другу. Несмотря на то, что британцы восприняли приезд Гарри и Меган очень негативно, и даже в первый раз, когда их увидели на публике, их практически освистали. Тем не менее, они выглядели очень счастливыми на всех фотографиях. Они держались за руку, они улыбались друг к другу. И, в общем-то, Меган выглядела очень счастливой. Меган Маркл на год старше Кейт Миддлтон. Ей уже 40 лет и в августе будет 41. А принцу Гарри 37 лет. То есть она его на 3 года старше. Судя по их счастливым лицам на фотографии, у них все в порядке. Чего, в общем-то, не скажешь о Кейт и Вильяме. Посмотрите. Вот с такими лицами, постоянно отвернувшись друг от друга, они на всех церемониях и на всех фотографиях выглядят вот так. Они абсолютно друг с другом не разговаривают, стараются держаться как-то поодаль. Посмотрите, и здесь тоже. Я напомню, что слухи о разводе Кейт и Вильяма уже в течение нескольких лет ходят по разным изданиям Британии. И журналисты эту тему как только уже не обсуждают. Никто, конечно, никаких конкретно подробностей не знает. Но вот просачиваются какие-то такие странные информации о том, что Вильям уже давным-давно влюблен совсем в другую женщину. И он хочет развода с Кейт Миддлтон. Но тут вмешалась королева. Королева сказала, что пока я жива, я больше не допущу ни одного развода в своей семье. Достаточно уже тех постоянных скандалов, которые сейчас то и дело случаются в королевской семье. Не всё так просто в датском королевстве, как говаривал Уильям наш Шекспир. Неизвестно, чем эта история закончится. Как говорится, поживём-увидим. Но королева пытается из последних сил как-то спасти лицо своей семьи. Да, ну и я забыла упомянуть, что на торжественное мероприятие был также приглашён британский премьер-министр нынешний Борис Джонсон со своей новой супругой Кэрри. Те, кто хочет подробности, пожалуйста, нажимайте на видео в правом верхнем углу. Ну и напоследок небольшая историческая справка для тех, кому интересно. Вот, например, о правлении британских монархов. Например, сейчас Елизавета II, которая уже правит 70 лет, она на первом месте по протяжённости своего правления. До этого это была королева Виктория, которая правила 63 года. А также Елизавета I, которая тоже довольно-таки долго правила, 45 лет. Для тех сложных и тяжёлых времён это было длинное правление. Ну и ещё интересно, что дольше всех в Европе правил король французский Людовик XIV де Бурбон. Он правил 72 года. Это известный король Франции и Наварры. За пышность и великолепие его двора называли король солнца. Правление этого короля запомнилось также консолидацией Франции, усилением военной мощи и активным развитием культуры. Вот для кого-то может быть интересно такие подробности. Ну и если вспомнить нашего царя последнего Николая II, то он правил 23 года. Царь Иван IV по прозвищу Грозный правил 50 лет. И царь Пётр I правил 35 лет. Это справочка для тех, кто интересуется историей. Ну а в Британии торжества продолжаются. И они будут ещё продолжаться два дня. Закончатся только в понедельник. Я ещё вам показываю, как празднично и красочно украшены здесь все маленькие города и деревушки на острове Уайт. И несмотря на то, что все основные мероприятия проводятся каждый день там, в Лондоне, тем не менее, на удивление, много туристов приехало и на наш остров. Вот такое сегодня у меня для вас видео, друзья. Немного необычное. Я попрошу, пожалуйста, всех, кому понравилось то, о чём я сегодня говорила и что я показывала, не забудьте поставить лайк. Это, в общем-то, только для того, чтобы мой канал продвинулся в просмотрах. Ну и ещё я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас появилась ещё новая такая вставка. Внизу под каждым видео вы можете увидеть. Написано «Спасибо» и «Сердечко с долларом». Это как раз вот такой маленький, как говорится, презент, пожертвование для тех, кто имеет такую возможность и имеет такое желание. Сейчас, хочу вам сказать, этим пользуются все, потому что доходы на Ютубе снизились очень сильно, и как могут все ютуберы выживают. Вы, вероятно, знаете, что многие живут сейчас даже на донатах и не стесняются просить помощи у своих подписчиков и зрителей. Поэтому я вот вам объясняю и напоминаю. Ну, а у тех, у кого нет возможности или желания чем-либо помочь каналу, я абсолютно не буду в обиде. А на этом я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще услышать. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова